Идет война антинародная, священная война всех ненавистников России, ненавистников русского народа. К большому сожалению, русские отдали власть именно этим людям. И Российская Федерация, выросшая как чертополох на плодородных почвах русской земли, сейчас душит русский народ и другие коренные народы. Удушение с помощью так называемых выборов не самое ужасное. Да, они фальсифицированы, они лгут, но все-таки выживать в этом случае можно. Хотя и коробят от этой тотальной лжи, лжи бесконечной, которая продолжается Путиным, его приятелями, его симпатизантами, всеми путинистами, путиноидами, которые лгут, как дышат, которые привыкли, обвыклись к этой лжи. Но не пришли люди на эти выборы. И уже совершенно наплевать, уже совершенно наплевать, уже нет необходимости бороться за явку. Ну, пришло 15-20 процентов. Ну и что? Все остались на своих местах. Почему приходит так мало? Да потому что мы никак не можем собраться и прийти просто один раз и сразу все. И сразу схватить за руки всех этих негодяев, которые посажены на должности руководителей избирательных комиссий, всех этих наблюдателей от партий, которые зачастую, кстати, бывают вполне приличные люди, но очень часто просто негодяи. Всех этих учителей, которые заталкивают пачки фальсификата, или тех программистов, которые фальсифицируют. Вот мы, понимаете, даже если мы придем, теперь уже, они же три дня голосования устраивают. Ну где ж, какие наблюдатели действительно честные три дня от своей жизни могут отдать на это? И кто будет контролировать электронный формат выборов? Да, в общем-то, уже и нет необходимости контролировать, потому что, коль скоро все это ложь, то мы так и должны относиться к этому, мы в этом не участвуем, просто потому что это ложь. Мы не хотим привыкать ко лжи, к которой привык Путин и все его сторонники. Они патологические лжецы, уже за пределами психической нормы, и мы относимся к ним, как к людям больным. Их надо либо в наручники, либо в психушку, одно из двух. И мы сможем это сделать только в одном случае, если мы организуем свои. У них есть свои партии, псевдопартии, в которых ни идеологии, ни толком членства никакого нет, и принудиловка там всякая, всякая прочая чепуха. А у нас свои, у нас свои, как Иван Ильин писал, наступит время орденских структур. Вот сейчас речь идет о том, чтобы создавать орденские структуры. Не надо торопиться бежать впереди паровоза и сразу давайте на выборы. Мне вот очень не нравится, когда правые организации вдруг ни с того ни с сего начинают не просто даже агитировать на выборы, но даже сами идут на эти, хотят идти на эти выборы. Интересно, кто их туда пустит и на что они вообще рассчитывают. Или кто-то, может быть, на них рассчитывает, это уже самое худшее. Я имею в виду, конечно, не из народа, потому что народ рассчитывать не может. Он и не знает, и не узнает до поры, что существуют такие правые партии. Нужны свои орденские организации. Если вы их знаете, вы в них можете вступить при определенных условиях, если вы подойдете, и вам это подойдет. Или создавайте свои. Второй элемент издевательства – это, конечно, встреча Путина с Лукашенко. Как неприятно видеть униженного Александра Григорьевича. Крайне неприятно видеть, как он кособоко сидит и пытается заглянуть в глаза этого негодяя и что-то там выпросить у него. Он выпросил у него полицаев на разгон своих митингов. У него своих граждан не хватает. Он не может создать свои рабочие дружины и разнести всю эту халабуду. Наверное, в него не так верят уже. И сам он уже не верит, что он справится самостоятельно. Что армия и милиция будут ему верны. Поэтому он бежит вот к этому мерзавцу. И сам становится таким же, как он, заискивая перед ним. Он просит у него полтора миллиарда и получает согласие на это полтора миллиарда долларов. А что это такое для России? Для России, например, как я услышал недавно, решить проблему доставки питьевой воды в Севастополь, разрешить эту проблему, стоит 7 миллиардов рублей. Здесь полтора миллиарда долларов. В наших ценах это больше 100 миллиардов рублей. Там больше 100 миллиардов, здесь 7 миллиардов. Вот цена проблемы. У нас, видимо, лишние деньги есть. Мы их отдаем Путину. А Путин забирает из того банка, куда мы все складываем. Такая банка где-то есть. И в нее мы кладем не в него, а именно в нее. То есть с концами. А он распоряжается нашими деньгами, как ему вздумается. В том числе и на поддержку увядающего Лукашенко. Который, конечно же, его тут один поэт назвал последним русским президентом. Никакой он не русский президент. Президенты русскими не бывают. И Лукашенко был просто лучше, чем Путин. Лучше, чем другие постсоветские лидеры. Он просто остался советским. Он удержал кое-что из того, что другие просто разграбили, разворовали, раздали своим ближним боярам. Лукашенко не раздал. В этом смысле он честнее. Он лучше, чем вся эта нечисть, которая взобралась на хребет, прежде всего, русскому народу. Лучше. Но его время проходит. Он не создал ничего. Ничего не создал. Он удержал суверенитет государства, но он не создал прочных основ. И поэтому конец его политической карьеры, или точнее политической судьбы. Вот он уже на дворе. И финал неутешителен. Он неутешителен. Он утешителен для тех белорусов, которые неплохо жили. Ну, скажем так, может быть, похуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Но зато гораздо лучше, чем вся остальная Российская Федерация. Им, слава богу, довелось этот период прожить. Но любой человек смертен. Надо готовить было себе замену. Замены никакой нет. Замены нет. Нет политической элиты. Она не сформирована, не сформировалась. Нет верности русской идее. Кроме отдельных слов, ничего реально не сделано. Русские организации не поддержаны. И никогда не поддерживались даже в самом начале, когда к нему пытались как-то достучаться русские организации. В том числе я в этом деле участвовал безрезультатно. Лукашенко предпочитал общаться только с официальными лицами. Только с президентами, только с премьерами, только с чужими нами, нам всем, министрами, членами правительства и прочей вот этой чиновничьей челядью. Он никогда не занимался налаживанием контактов с национальными силами в Российской Федерации. Никогда. Поэтому и не получит от нас никогда никакой поддержки. Больше уже не получит. И то, что он кубарем вылетит со своего места, я не сомневаюсь. Хотя мне очень жаль, что разграбят Белоруссию. Но в этом вина Лукашенко. Он не создал прочных основ против олигархии. Против узурпации власти. Она будет. Она будет и будет еще раз. И, наконец, третье огорчение – это агитация. Просто прямая агитация всех лжецов за третью волну псевдопандемии. Никогда не существовавшей опасности. Они ее создают уже тем самым, что они рассказывают об этом, будь то бы, существующем явлении. Ну, коронавирусы или другие вирусы были, будут, есть всегда. Люди болели и будут болеть, пока не выработают антитела. Они будут болеть, кто не переболел, у того либо иммунитет мощный. Но когда-то он спадет, он чем-то другим заболеет. Но здесь новизна возникла. Как открытие нам сообщают, что оказывается, тот, кто переболел коронавирусом. И еще три месяца представляет собой опасность для всех. То есть даже если ты переболел, намордник, сволочь, надень. Вот главный пафос мерзавцев международного масштаба. И то, что этот масштаб именно международный, и Путин никакой не суверен, а просто проходимец, шпана, которую наняли, совершенно очевидно. Нам же, русским людям, надо всеми средствами, как мы умеем, с той самой лукавинкой, которая есть в нашем характере, уклоняться от всех форм покорения нашей воли. Порабощение нас и этим средством. Это средство не должно нас покорить. Мы должны его обойти. В масках не ходить. Ну, если только на ногу одеть, потом спросить, что такое, вы скажете, сползла. Ну, как известный шутник еврейской национальности. Да, вот, сползла. Да, сейчас снова одену. И надел на ухо, пошел дальше. Мы можем посмеяться, поиздеваться над этими людьми. Мы все для вас опасны. Владимир Владимирович, да, я поцелую, я как раз тут коронавирусом переболел. Вот. Или до этого-то не допустят, он в бункере сидит. Ну, до какого-нибудь чиновника можно докопаться. Сказать, мы все братья по коронавирусу, все должны переболеть. Дай-ка в рожу тебе плюну. Ну, нормально, я думаю, вполне сойдет. И если даже он обидится, надо будет сказать, так я же из лучших побуждений. Хотя ты все равно сволочь. Вот таким образом, я думаю, что, издеваясь, смеясь над этим прошлым, оно абсолютно прошлое, это болото 20 века, мы и расстанемся с ним. И добьемся победы русской национальной власти, в результате русской национальной революции. И русская власть поставит все на свои места. И быстрое развитие России не за горами, вместе с гибелью путинского режима. Россия – русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова